Друзья, еще одна экскурсия, которую мы вам хотим показать в Доминикане, обязательно к посещению, это сафари на квадроцикла. Забирает нас вот этот автобус, ехать нам примерно 40 минут до точки сбора, и целый день квадроциклы через реку, на гору, с качелями. Будет прикольно. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Нас позвали вот в такой вот барчик пока, помыть руки, попить водичку. Вот, квадроциклы пока там в гараже еще. Это стареок, который я уже не на ходу. Вот так выглядит раньше. Настоящая природа, красота, тишина, птички поют. Вот такие у нас квадрики. Конечно, они супер большие, китайщина. Но, думаю, что доедем. Сейчас мы поедем просто по дорогам, лучше друг за другом. Все, вот сейчас, я думаю, мы долго будем. Вот это будет сейчас трещь. Как она, как она, я прям вижу пиццуку напряженную. Может, водителя туда посадят? Так они не хотят. У нас вон сопровожник, вон дядя Ваня уже сопровождает. Вон дядя Ваня уже сопровождает. Так это же пограничная зона. Самый тонкий перешейх в Пуорто-Рико. Пограничник стоит с автоматами. Ну, такой пограничник, если так можно назвать. Но он реально стоит с калашом. Вот этот, в кепочке парень рядом с мотоциклом. Ребят, смотрите. Все здесь. Здесь у нас идет самый маленький переход в Пуорто-Рико. Обломали маршрут спецадспирации? Да? Редактор субтитров А.Семкин Вот так вот выглядит наш поросеночек. Красавец. Он здесь оттомится так. Ну а волосы плохо пешмалили, смотрю. Да, они... Кожешь не будет. Красавица. Такой вот местный магазинчик. Сказали, здесь можно купить все. И патроны, и марихуану. Магазинчик. Дома сарезать, и печеньки. Ребята, смотрите, вот это есть местное сельпо. Велика Кишин. Короче, смотрите, в этих магазинчиков, это называется Кальмада, продается все. Бытовая киня, канцелярия. У нее тут под низом есть все. Даже аптека, смотрите, вот так есть открыть. Прямо в аптеке. Продается все. Большой популярностью пользуются таблетки не только от одной головы, но от другой головы тоже. Очень популярны в Ягре. Также, в таких местах... Если вы, например, являетесь водительцем пистолетом, вообще не вопрос. 38 миллиметров. Хотите один или два патроны, не пули, пули, слава богу, внутри. Тут продается, то бишь, я так чему рассказал, тут продается все. А курящий есть? Да. Куреха дорогая здесь, да? Масло какао есть? Здесь можно купить сигареты. Можно купить сразу. А масло какао есть? Вильям! А что? Неси пистолет. А масло какао есть? Пачка сигарет два доллара. Капиталь. Костя, два доллара. Про Киану Рис фильм, кто смотрел? Вот он курил капитал. Сколько стоит? Два доллара. А есть? Давай блок. А, масло какао. Блин, сейчас все масло какао. Вот масло какао. Вот масло какао. Сколько? Доллар. Доллар. А так можете разъеднись, посмотреть, что тут есть. Что мы сейчас в таких магазинчиках продаются. Смотрите. Тут продается все. Вот это домашняя колбаса. Видите домашняя колбаса? Ее зажаривают, смотрите. Также, хотите, вот есть вот такое. Также, пойдем покажу, что тут есть. Пойдем. Всякие приколюшки. Пойдем. Вот так. Смотрите, обратили внимание. Тут можно даже купить фасоль с кокосом. Фасоль с кокосом? Ладно, фасоль с кокосом. Кукурузу сладкую с кокосом. Тут все идет практически с кокосом. Вот это всякие приправы. Потом, смотрите, всякие ванили, корицы. 70 касса, полтора, полтора доллара. Вот такая банка с кокосом. Вот ванили, меньше доллара. Короче, хотите, смотрите, спрашивайте. В хорошем магазине. А, кто спрашивал про сгущенку? Мы. Мы здесь. А, кокосовая сгущенка, да? Да. Где она, где? Ну, она в столе, чтобы кокосом. Кокоса, кокосовая сгущенка. Где она? Вот это сколько стоит? Полтора доллара? Да. Два, два с половиной. Вот это меньше, а полтора доллара. Ага, вот это надо брать. А шоколад тут есть? Ай. Два доллара. Вот такая пачка шоколада. Тут 10 штук. У Ирии 4 было в магазине. Вот такая 10, тут 30. Я вам ничего не знаю. Вот такая у них местная лотерея, банка называется. Но это не банк, это здесь лото. И все доминиканцы играют в лото. Если он заработал 10 долларов, он 5 потратит на лото. А на 5 долларов пойдет в ресторан и закажет себе, чтобы его обслужили. Какой-нибудь выпивки, еды. Вот можно купить оружие. Здесь все спокойно. Это что у нас, какая марка? Это этот, Брауннинг. Человек спросил, а если патроны продают, говорят, пистолеты продают. Я говорю, пистолеты можно продать? Цена, за сколько можно купить его? Штуку баксов давай тебе его. Штуку баксов это дорого за такое старое дерьмо. Ну купи в другом месте. На Авито купи. Не, на Авито понятно, но штуку баксов это круто. Это очень круто. Мы идем посмотреть, как живут местные жители. Смотри, вы не смотрите, что пистолеты. А, парокарня, елки-палки. И тут мужчин стригут мужчины. Это парикмахерская. Здесь парикмахерская. Вот этот джентльмен вас забреет за 3 доллара. Побреет как? Прям даже вашу роспись может здесь сбокать. А косички делает? Не ваше. Сколько стоит сделать косички, девочки? Договоримся. А он девочкам не делает, потому что он лежит только мальчик. Он только парней. А от него не голубой. Я понял. Я понял. Вот такая парикмахерская здесь. Супер. Вот так они сушат вещи. Прямо на заборе. Зачем заморачиваться где-то? На забор повесил вещи и суши. Это у нас пират, который занимается переправкой, да? Нам нужно в Америку. В Порто Рико. В Порто Рико. В Порто Рико. Окей. Какой матч? В Порто Рико. Он, наверное, поверил. Ребят, смотрите. Видели, да, там пограничные? Да. Вы видели второй? Смотрите, получается, вот эта прибрежная зона, там пограничный пункт находится. И там вот второй пункт находится. Есть пограничные пункты? Перебежчики. Кто вот это такие? Это кокосовые рощи. Тут война идет за кокосовые рощи. Тут три раза в год идет урожай кокосов. Я вам сейчас покажу. Видите, он же корруппация валяется. Кокосовый. Тут все по фэншую. Луна меньше становится, они начинают ее резать. Вот это все они здесь чистят. Ядрушки эти достают. Которые уходят уже за границу. То, что мы покупаем сюда супермаркеры. Это все кокосовое урожай. Все собирается, сжигает. Днем это обычные кокосники. Ночью, когда деревня засыпает, просыпается. Ребят, с ними можно... Берлин! Здравствуйте. Вот это, короче, смотрищик. Его зовут Пингвин. Его зовут Пингвин. Иди сюда. Кокос, по чем? Банно. Животай у моего рода. Э, кипасо. Короче, с ними надо гайся. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 5 штук бакса. Ну, в результате бакса за 500 можно будет. То есть, с пятерки можно торговаться на 500, да? Поехали. Какой эффективный? Эль Кираса. Два пассажира есть. Эль Киринали. ВИП, ВИИВИП. Два тарифных планов. Окей. Вы какой побыстрее? Окей, побыстрее. Теперь, другой момент. То, что интересует. Как отправляется кокаин. Пойдемте, я вам покажу один из способов. Может, нам в жизни пригодится. Кстати, да. Запас кокоса актует. Пойдем. Может, это... Кокосы. Что это такое? Там внутри кокосы. Это каучук. Каучук. Это не кокос. Нет. Это каучук. Это резиновый. Это каучук. Это резиновый. Это нам предоставили. Мы тут работаем уже долго. Мы и работаем с пограничниками, и мы работаем с пиратами. Нам абсолютно без разницы с кем работать. Между нашим клиентом было очень интересно. Это предоставила пограничная служба Марина Дегера. Один из способов. Что это такое? Это колумбийский каучук. Он уходит под воду на 10 метров. Мы не тут внимаем. Под него подвяз... Это один способов миллиарда. Тут все по фэн-шуи. Кокос срезают, когда луна убывает. Кокос отправляют, когда луна растет. Потому что тут идет три течения. Это пролив Мона, пролив Обезьян. Очень сильный. Тут три течения. Вот эта штука подвесивается в джиперес новичок, и он отправляется. Самая проблема тама, это забрать его с экваториальной зоны. Ну, опять же, это все проплачивает. Он уходит под воду, но не тонет. То есть, если случайно такое поймать, ловить на рыбалке, то это повезло, да? Слушай, я тебе чаю, я знаю, вот тут есть место одно. На полустая сама. 24 часа в сутки все плавают. На вопрос, что ты ищешь, он говорит, свой килограмм. Потому что пираты, когда идут, когда пьет наркотрафиканты, он везет, например, 10 тонн, он тонну раскидывает, чтобы пограничники раскинуть, он просто выкидывает. Это вот истабаровская тема. Истабар все время, он уже 10 везет тонн, там, где-то 3 тонн он высыпал, чтобы пограничники... Были зоны. Да. Поэтому это, ребят, не театрализованные. Это вот люди, вон, видите, кокосы. Сейчас посмотрим, где волосатые кокосы. Да. Днем это обычные люди, а ночью, ну, все, все хотят заработать. И при этом, вот, это вот идет лагуна, вот это огромная, это лагуна Лимон. На той стороне пограничный картель, самый главный. Сверху цех, где печатают лодки. По законам Доминиканской республики, село вверх перебежчиков, лодку сжигают на месте, людей арестовывают. Что с ними будет? Если при них ничего не нашли, их опишут, 3 дня подержат и отпустят. Как бы в этом плане. Теперь пойдемте, я вам покажу, как они живут. Вот они же собираются уже, там сейчас смены меняются, они же не собирали кокосов. Пограничные. Ребят, вот в этом плане здесь, вот, доминиканцы очень чет. Вот, вы едете просто, вот, есть вот такая хижина. Вот сейчас я заведу, кухня, там кухня. Стоит обязательно Грего, вот питьевая вода. Вы можете всегда зайти, есть Грего, кофе. Говорить себе кофе, попить за собой, убрать и потихонечку. Заходите, заходите сюда. Вот так они живут. Питьевая вода. Разуваться? Ну, как хотите. Разуваться обязательно, да. Да. King Size с балдахином. От Москвы. Королевский люкс. От москитов, да? Вот, лучок. Галина Бланка, кубики. Что в них хавы? Что их сегодня? Галина Бланка. Обязательно кофе, сахар. Они очень любят кофе. Тростниковый. Тростниковый сахар. Они, это пограничники? Ну, вот так они здесь и живут. Вот так кровать, так спят. Почему повыше, чтобы всякие животные не допрыгали, не долезли. Это, как называют тюрат, но это обычные кокосники. Здесь есть возможность, если вы... Здесь сетки, здесь никак. Никак. Кокосовое, на котором можно готовить. А это можно готовить? Конечно. По поводу лезть. Это пальмовая, наверное, но я... Пальмового супермаркета. Пальмового. Пальмового супермаркета. Это настоящее рафинированное кокосовое масло. Ловите... И что с ним делать? Смотрите. Стоит... Пальмового супермаркета. Пять долларов, говорит. Вот такая бутылка пять долларов. И вот на тело, и в еду. Они его добавляют везде. Рис, барят, все. Смотрите. Как все происходит? Два вида кокоса. Есть желеобразный кокос, когда открывают, есть твердый. Здесь, чтобы сделать кокосовое масло, обязательно кокос оттвеживается. Чем дольше кокос лежит, внутренняя жидкость превращается в твердую массу. Они его разламывают. Я думаю, что, видите, все в кокосе. Начинают натирать его. Он пограничный. Все, все ломятся. Вот они, вон, пошел. Мне тоже тура. Все, вон арестанты. Вон арестанты. О, тут хипи же. А их поймали, 46 человек. Они по берегу. Это натерки труд, да? Смотрите, натерки, натерли. Натерка заливается кокосовой водой. Вот такой отстаивается 2-3 дня. Она бродит, пена поднимается, всю эту пену и начинает выжигать. Кокосовое масло, рафинированное горячее отжимое. Короче, чтобы вот такой голубой сделать, дней 5. Да, дней 5. Так что, если есть желание, 5 долларов, 5 бутылочек. Ребят. Да. С правкой. Предправка. Вы мое мое мое. Кого поднял? Тихо, есть. Видите? А что за мясо? Не обижаю. Что за мясо? Свинина. Свинина. Обязательно варится посоль, посоль. Рис, рис, посоль. Я обязательно варится. Канину у них кушают? Нет, не татары они. Нет, татары, брат. Канину не кушают, понял? Вот так вот они. Подходим, подходим, покажу, что у них на меню. Вот так они все варят себя на костре. Вот такая у них кухня здесь. Это криво, вы знаете, он хранение. Вот отсюда они отправляют скоростные лодки сразу же на Пуэрто-Рико. Здесь дикие пляжи, никого нету. Только пограничники бывают, проезжают. Здесь самый узкий перешейх до Пуэрто-Рико. Сейчас, ребята, он за доллар полезет наверх и достанет мне кокос оттуда. Вот так они залазят сюда легко. Это опасно. Это очень опасно. Есть. Есть. И все, и вот так назад он ползает. Отлично. Сейчас будем пить кокосы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли на ранчо. Смотрите, ребят, во-первых, я сразу вам подчеркиваю, что эта семья считается, что? Зажиточная. Почему? Есть домик. Домик был построен для... Тихо, тихо. Домик был построен для уже более молодого поколения. Сами хозяева... Тинь-тинь-тинь. Тинь-тинь. Живёт вот там, ребята. Они нам позволяют сюда прийти, чтобы мы немножко... И они заработали, чтобы мы вам показали. Помните, я вам говорил, домик... Пальма Реаль. Вот Пальма Реаль. Вот она королевская пальма. И вот домик. Вот так они живут. Настоящий дом. Плиточка. Всё, аккуратно. Тысяча пятьсот песто, это тридцать долларов? Да, ребят. В месяц, в месяц. Да, надо трудиться. Это ихняя зарплата. Не приятно, ребята. Ребята. Не приятно. Вот эти. Вот такая кухня у них. Здесь они готовят. Эээ, подожди, подожди. Ребят, подожди. Бизнес их. Чебуреки с ветчиной и сыром. И чебуреки с голубым крабом. Который здесь, в Раке. Стоит один доллар. Вот это внутри. Какао-боп, ребята. Вот это самый настоящий шоколад. Вы можете сделать вот так. Смотрите. И в рот положить. И попробовать. Учняшка, полгода. Да? 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 Да, мух здесь много. Мухи. Вот такая подставочка для яиц. Вот это вот их не дом изнутри. Здесь живет молодежь. Да. Это зал считается, да? Такая кухонька. Дальше там спальня. У кипик он ничего. И вот тут и спальня. Жуанцы, тюрьмы. Вентилятор. Там детская. О, боже, а тут конечно печально. Вот такое туалет. Печально. С душем. Душ просто турба торчит. Тут замазан ее. Ну и все довольно-таки аккуратно. Чуть потолок пропускает. Но все то. Они с плиткой на полу. Да, чистый. Такая королевская кровать. King size. Это их не фото. Кондиционер есть. Ноутбук. Маленький телевизор. Вот так вот они живут. Вот так вот в них обозначена ихняя ранчо. Ребята, это было круто. Зиплайн в два уровня. Первый меня вот там спустили. И потом второй, чуть ниже. Так как я боюсь высоты, это было не страшно. Это было эффектно и круто. Всем советую. Сейчас уже закат. Немножко уже пасмурно. Солнышко заходит. Маленький телевизор. Субтитры создавал DimaTorzok